На портал XGET поступают вопросы, давайте попробуем на них ответить. Как научиться видеть в человеке образ Божий? Мы с вами знаем, что человек творится по образу и подобию Божьему. Образ – это то, что дано в человеке, а подобие – это то, кем человек должен стать в результате своей жизни, то есть как он должен обожиться. Образ Божий – это всё то хорошее, всё то стремление, замечательное расположение к благу, к добру и так далее. Человек является творцом в этом мире, именно он может творить. В этом мире только две личности могут творить – сам Господь и человек может что-либо творить. Допустим, лукавый не является творцом. Это образ Божий в человеке. Мы знаем, что Христос приходит в этот мир, чтобы спасти человека, спасти именно образ Божий в человеке, восстановить образ Божий в человеке. «Мы куплены дорогую ценой, кровью Господь нашего Иисуса Христа», – говорит апостол Павел. И вот эта цена, которая равняется самому Богу, она должна нас подвигать любить каждого человека, видеть в каждом человеке потенциально святого, который в любой момент предстанет пред Богом и может возносить молитвы за нас с вами. А на самом деле именно это ходатайство пред Господом является очень ценным. Мы помним из книги Иова, что к Иову пришли его друзья, три человека. Их даже ещё называют религиозными догматиками. То есть они говорили очень правильные вещи. Но Господь в конце книги говорит, что послушаю слов раба моего, друга моего Иова, а ваших слов не послушаю. Если хотите, чтобы услышал вас, то просите Иова домолиться о вас и исполню его прошение. То есть наличие святых, наличие людей, которые бы предстали пред Богом и просили за нас с вами, важно в нашей с вами жизни. Таким святым может стать абсолютно каждый человек, с которым мы общаемся. Он может нас раздражать, он может быть неугодным человеком. Кстати, самые неудобные люди в этом мире – это старцы. Они живут по правде Божией, которая всегда бывает для нас очень непонятно, очень неудобно и которой мы чаще всего сопротивляемся. Они восприняли эту правду Божию и по этой правде Божией и живут. Видев всё это в человеке, подразумевая и подозревая, что он в любой момент может стать твоим защитником, может стать твоим ходатаем пред Господом, мы с вами и должны восстанавливать почитание ближнего как образ и подобие Божия, в нём живущих. Храни вас Господь на этом пути. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!